Авдеевка уже третьи сутки под огнём вражеских градов. Достается как военным, так и мирным жителям. Несколько ракет взорвались посреди дворов, разрушив дома. Наши корреспонденты также попали в эпицентр обстрелов. Подробнее с линии огня в нашем материале. Позиции на так называемой Бутовке вентиляционном стволе шахты имени Засядька. Это между Авдеевкой и Донецком. Сегодня здесь одно из самых напряжённых мест в зоне АТО. Боевики используют исключительно тяжёлое вооружение. С 5-го ранку противник нас обстрелил с градов, партизан, переносный. Працювал танк с аэропорта и минометы 120 и 82. Всё, что заборонено, они сейчас его засосовывают против нас. Вскоре убеждаемся в этом, что называется на собственной шкуре. Во время записи интервью внезапно начинается обстрел. То, что бачим, стараемся сбивать. Вскоре звучит ещё несколько взрывов. По звуку судящая сптура, тоже довольно серьёзная сброя. Вот, противотанковая, какая значение. Всё привычно. С каждой минутой взрывы становятся сильнее и всё ближе. Это бьют грады. Установка «Партизан» стреляет одиночным боеприпасом. Всего прилетает пять ракет. Впрочем, никакого урона военным они не нанесли. Зато от такой хаотичной стрельбы страдают мирные жители. Южная околица Авдеевки. Это крайняя улица. Дальше начинаются позиции. Вот даже сейчас, днём, мы слышим, как стреляют. И периодически там что-то взрывается. Сюда прилетело сразу несколько ракет. К счастью, обошлось без жертв. Было две, а вторая куда-то улетела. Три дома напротив. Повыскакали стёкла, заборы. Хорошо, что никого не было. Понял. Как раз в восемь часов дали свет. Все позаскакивали в хату и начали там кто телевизор, кто что. За день до этого несколько ракет уничтожили четыре дома в старой Авдеевке. Один мужчина получил тяжелое ранение. Несмотря на перманентные обстрелы, здесь до сих пор живут люди. Куда я поеду? Я тут родилась. Сын работает на заводе. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук, Диана Клочко. Подробности телеканал Интер.